Приветствую вас, друзья! Вы на канале Custom Track. Сегодня я познакомлю вас с беспилотным кразом. На улице уже снежок, весь процесс постройки начался более месяца назад, и мы с вами перенесемся чуть-чуть назад. Но прежде чем мы перенесемся, я вам расскажу о спонсоре сегодняшнего видео. Спонсором сегодняшнего видео является компания технологии земледелия, которая уже очень-очень давно на рынке точечного земледелия. Они связались со мной и предложили сделать такой уникальный проект. Я, естественно, согласился, долго не думая, это интересно, это необычно и это новшество. Мы все знаем, что технологии не стоят на месте, все развивается, и в том числе земледелие. Точечное земледелие, оно помогает экономить на топливе, экономить на семенах, экономить на удобрениях и, конечно же, экономить время, поскольку вы точечно вносите все культуры, точечно убираете все культуры. Это очень-очень крутая вещь. Будущее именно за такими технологиями, поэтому давайте будем их осваивать и давайте привыкать к современному миру. Настоятельно вам рекомендую присаживаться поудобнее. Если вас заинтересовала эта тема, то проходите по ссылке под этим видео. Я обязательно всю информацию о компании технологии земледелия оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Вам приятного просмотра, ну а мы переносимся на испытательный полигон и месяц назад. Друзья, сразу же хочу вам представить Павла. Это сервисный инженер компании технологии земледелия. Он нам расскажет, как устроена вся система и как она работает. Павел, расскажи нам, что было доустановлено на КРАС, чтобы зрителю было понятно и легко доступно обычному зрителю. Как это работает? Всем доброго дня. На автомобиле КРАС была установлена гидравлическая система автоматического вождения. Последовательство монтажа было следующее. Сначала установили гидравлические компоненты нашей системы, потом были установлены необходимые датчики. Была произведена кабельная сборка, был установлен NAV900 и дисплей GFX 750. Основные компоненты нашей гидравлической системы рулевого управления это насос питания NH32, гидроблок H4, насос-дозатор, гидроцилиндр и РВД рукава. Поток масла от насоса питания подается на наш гидроблок и когда происходит управление нашей навигационной системы, гидроблок распределяет масло на гидроцилиндре и происходит вращение управляемых колес. В кабине КРАЗа у нас установлен дисплей GFX 750, это высокочувствительный, высокопроводительный дисплей с встроенным Bluetooth, Wi-Fi, флагман компании Trimble. При помощи встроенного здесь программного обеспечения Precision IQ производится настройка параметров работы транспортного средства в поле и управление им. Далее у нас установлен навигационный контроллер NAV3, это очень сложная система, здесь встроенные акселерометры, которые поддерживают транспортные средства по заданному курсу. Ну и кабельная сборка. Еще одним элементом нашей системы автоматического вождения является навигационный контроллер NAV900, установленный наверх кабины КРАЗа. Он принимает сигнал от спутника и передает на NAV3. Еще одним компонентом нашей навигационной системы является датчик поворота колес. Он устанавливается на левом либо на правом колесе транспортного средства и должен менять свое положение одновременно с управляемыми колесами нашего КРАЗа. Сдадим профиль транспортного средства, замерим геометрические размеры и проведем автокалибров. Итак, сейчас будет произведена настройка основных параметров КРАЗа. После этого будет запрограммировано все и мы сможем приступить уже к первым испытаниям. Мы запустили КРАЗ и сейчас мы уже готовы создать первую линию навигации. Паш, для чего она нужна? Для того, чтобы наше транспортное средство ехало в режиме автоуправления, нам нужно создать линию навигации, чтобы он видел, по чем ему ездить. Хорошо. С правой стороны у нас имеются кнопки. При нажатии на нее всплывают имеющиеся шаблоны, которые мы можем создать. Мы создадим линию АВ. Ставим точку А, нам необходимо проехать метр в десять в прямом направлении и поставить точку Б, и у нас получится линия. Хорошо. Ну, едем, да? Да, да. Так, первый проезд КРАЗа. Нужно строго по прямой ехать? Ну, желательно, да. Вот наша красная линия навигации, которая видна на дисплее, и сейчас КРАЗ будет ехать строго по ней. Так, ну что ж, первые метры КРАЗа по навигации. На линию неровно облили. Нет, все нормально. Нет, на линию, что он никуда ведет нас. Но он же идет строго горизонтально линия. Вот он и ведет нас прямо ровненько, идеально. Это просто здесь уходит немножко это. Давай нарежем КРАЗа. Да. По прямой он едет отлично. А самое интересное, это кривая траектория. Для этого мы сейчас проедем по кривой траектории, ее запишем, а после этого развернем КРАЗа и попытаемся на автопилоте проехать по этой же траектории. Включаем запись нашей кривой. Включаем передачу и едем в хаотичном движении. Сейчас происходит процесс записи нашей траектории движения. Чуть-чуть проедем прямо, чтобы ему усложнить задачу. А теперь резко вправо, да? Не сильно резко. Справится? Посмотрим. Да, должен. Ну, я думаю, сейчас мы выставим его прямо, чтобы нам было легче вернуться на нашу линию. Вот так. И фиксируем точку, правильно? Да. Все, вот наша кривая сохранилась. Так. Вот наша кривая, как мы ее записали. Мы можем развернуться и поехать по этой же прямой или по соседней. Давай развернемся и по этой же поедем. Давайте. Сейчас мы подъезжаем к линии, по которой мы ехали. Вот у нас вид сверху. И, в принципе, сейчас он перехватит руль уже в свое управление. Идем. Так, так, пошел поворачивать. Руль у нас стоит на месте. Но он и ведет, все. Просто он раньше... Но он просчитывает, когда ему начинать закладывать. Вот сейчас он еще не закладывает, а сейчас начнет. Смотри, видишь? Ну, да. Вот, все. Покажите, руль его не управляйся. Он виден, он виден. Все. А, ну я могу его немножко или... Нет, оно сейчас... А, мы здесь по прямой же ехали потом. Сейчас он опять начнет. Да, да, да. Крутой поворот. Да, предупреждает о крутом повороте. Здесь, по-моему, у него была серьезная задача. Да, да, да. Но система работает, друзья. Это прикольно, конечно. Я в шоке. Так, возвращается. Наша начальная точка была. Да, да, да. Он выдумляет, что приближается конец ряда. Да, да, да. Чтобы нам сигнализатор не мешал, мы на сообщение нажмем, и оно пропадет. Мы нарисовали очень сложную траекторию нашему кразу. И сейчас мы установим вешку возле заднего колеса и проверим, как он поедет. В одну сторону, а потом оттуда его запустим обратно. В общем, будем еще продолжать экспериментировать. Ну вот, мы установили нашу точку отправления. Красс сейчас поедет по крутой траектории обратно. Очень-очень далеко в начало поля. Давай, беспилотный Красс, закладывай. Он, кстати, даже по траектории видно, как закладывает. То есть он, видимо, ищет центр автомобиля, чтобы... Как он рассчитывает? Воз, да? Воз. 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 Предупреждает водителя о крутом повороте. Это хорошо. Но он движется. Все работает в штатном режиме. Прикольно вообще. Ну, классное ощущение внутри. Мне кажется, это вообще шаг огромный такой в точечном земледелии. Друзья, сейчас переключимся на более высокую передачу. Посмотрим, как он будет справляться на более высокой скорости. Так, давайте. Пока что нормально. Нормально. Да, едет без проблем. Вот чуть дальше там у нас заканчивается траектория. И мы заново его запустим оттуда потом. Скорость движения 10 км в час Ух, как ему здесь задача серьезная Вот наши следы старые Да, он заднюю часть Приближается конец ряда Вот мы уже приближаемся к нашей финишной прямой Что ж, мы въехали уже в полосу И сейчас Крас будет опять-таки ехать по нашим следам Его главная задача будет вернуться обратно к нашей вешке Которая установлена Сейчас резкий поворот Да, он справляется Очень классно Так, друзья, мы приближаемся к вешке Это самый ответственный момент Крозюка не подкачай Вот обратите внимание, сколько мы проехали Но вроде бы он попадает У нас задние колеса, насколько я помню, мы ставили вешку Все отлично Мы на месте Так Ответственный момент Вот она вешка, друзья Мы не попали, наверное, ну 3 сантиметра, да? Примерно Не больше, не больше Но С учетом того, что двигались мы достаточно быстро 6 километров в час Это уже порядочная скорость А здесь и поворот Я думаю, это очень хороший результат Сейчас мы дадим Крозу еще серьезнее испытание Мы его отправим самого в путь Одного Друзья, вот тот самый момент, которого мы все ждали Кроз едет один Правда, там Володя пытается ему помочь Это уже бесполезно, потому что машина направлена И она приедет сейчас вон в ту точку Мы будем его ждать Надеюсь, он справится с этой задачей Но, конечно, мероприятие крайне стремное Но интересное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я уже заскочил вовнутрь Сейчас мы его развернем И отправим еще раз по этому же пути Друзья, опять отправил нашего Кроза в путешествие Беспилотный Кроз Я думаю, это тема Вообще тема Прям не верится Вот так он движется по траектории заданной Страшного ничего нет Мы находимся в поле, поэтому без проблем Сейчас он сделает большой круг И вернется обратно к нашей вешке Это стандартный путь, который записан у него в компьютере И все, он ходит по нему Можно даже сделать вот такую В виде подковы Вы просто его отправляете И он приезжает там через 20 минут, грубо говоря Интересная система Вот так он движется И сейчас поедет Вокруг объедет И приедет обратно к нам Пильный ветер, друзья Простите, пожалуйста Но у нас просто нереальный ураган сегодня Так, поворачивает Сейчас уже нам пора будет заскакивать обратно в него Но Это, конечно, очень крутая система Очень крутая Вот там возле девушки нашей вешка Видите? Я думаю, можно уже в него заходить Он движется не быстро Поэтому проблемы нет Вот так И мы на месте Как там вешка? Все отлично Как можете наблюдать Второй раз он точно так же подъехал Как и первый раз Друзья, так закончился первый день наших испытаний Это были своеобразные такие примерочные испытания Чтобы нам посмотреть Как эта система работает в целом на грузовике Как выглядит поле Попытались там чуть-чуть его калибровать эту систему То есть, в принципе, была подготовительная такая стадия После этого я отправился уже на базу И, к сожалению, заболел Это отложило съемки на три недели Представляете Пока я болел Была доустановлена технология ВРС Которая позволяет не только через спутник ловить сигнал Но и через GSM систему Что, конечно же, положительно сказывается На точности Точности позиционирования техники на местности И уже с еще улучшенной системой позиционирования Мы выбрали день И отправились на полигон Не знаю, слышно меня или нет Очень замерзший краз Но многие писали, что невозможно уловить краз по дороге Но, как видите, я еду, даже руль не вращаю И скорость у нас 60 Вот так он ведет себя на дороге Вполне адекватно Ну, естественно, чуть-чуть я подруливаю Но абсолютно никаких не надо здесь делать манипуляций Только кабина, мне кажется, сейчас развалится Вот так выглядит краз в морозные зимние рабочие будни Приближаемся мы к испытательному полигону Слева вы можете наблюдать студенческий испытательный полигон Здесь студенты обучаются на права То есть они обучаются на тракторах, на грузовиках И на легковых автомобилях То есть если кто-то хочет получить права То здесь можно вот слева полигон, пожалуйста Друзья, нас уже ждут здесь, видите, с профессиональными конусами Так что сейчас займемся интересными экспериментами Ну вот, чтобы вы понимали, да? На полигоне нас ждала погодка такая не очень Но там были два парня на двух Волгах Одна советская, одна современная российская инжекторная И они своим драйвом и гонками на бездорожье Немножко разбавили нам настроение И мы с хорошим настроением отправились уже на полигон Субтитры сделал DimaTorzok Ну нахер Ребят, сильно не ругайте Мы тоже с вами были молодыми И тоже в юности отжигали Ну это же просто неотъемлемый, скажем так, атрибут нашей молодости Газануть и покрутить пятаки Отправляемся на место проведения испытаний И там уже посмотрим, как будет вести себя Кразевич Беспилотный, беспилотный, друзья Сейчас наша задача устанавливается два конуса Это первое испытание для Краза Два конуса, два телефона Мы отбили прямую линию Краз будет ехать со 100 метровой дистанции И должен попасть ровно между конусов И не раздавить телефоны Это первое задание для нашего Кразевича Сейчас к этому будем приступать Вот там ребята уже устанавливают конусы И будем пробовать Телефоны остались живы Это хороший знак Я видел улыбку хозяина телефона Поэтому все хорошо Это самое главное Краз ведет себя очень классно Точность очень высокая И это не может не радовать Но это прямая Сейчас мы попробуем придумать задание посерьезней Это будет, конечно же, какая-то Очень-очень кривая траектория Ну что ж, отправляем Кразевича в дальнее путешествие Машина едет полностью в автономном режиме Уникальные кадры Пожелаем ему удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, как раз справился с задачей Очень интересно получилось То есть, ну вообще красота Фактически он справился Я, если честно, ну, признаюсь Очень нравится мне эта система И возвращается он, ну, очень-очень четко Сейчас ему добавили еще GSM сигнал Это через интернет он тоже связывается с системой навигации И это работает еще в два раза лучше Поэтому, ну, вообще красота Компании Trimble, конечно, молодцы Ну а нашему партнеру ООО технологии земледелия Отдельный лайк за возможность протестировать На нашем Кразе такую уникальную систему Я замерз Мы выезжаем Но мы выезжаем не на базу Сейчас мы отправляемся обратно в Академию Нам доработают чуть-чуть рулевое управление Нужно там сделать, чтобы все было красиво И снимут систему автоматического пилотирования Но нам в качестве бонуса останется гидрообъемное управление на Краз То есть мы будем управлять Кразиком По-прежнему очень легко и непринужденно Сейчас оставляем наш Краз на доработке Ну а сами отправляемся домой Спасибо огромное, что были с нами Не забывайте подписываться Вам только хороших людей на жизненном пути Всех благ и всего самого-самого наилучшего Всем пока! Наша родная Академия Здесь нужно, конечно, смотреть в оба Но Краз вот уже прогрелся, поработал И ведет себя адекватно Не прыгает, ничего не скрипит То есть, ну, уже комфортнее на нем ехать Субтитры делал DimaTorzok Как вот можно переходить дорогу перед Кразами Даже не посмотреть, я не понимаю Бессмертная Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok